всем привет сегодня хочу рассказать про электрорубанок интерскол модель у нас r110 дробь 1100 м вот он такой вот экземпляр чудесный первый раз имел дело с электрическим рубанком но с какой-то стороны это чудо с какой-то стороны мне не очень понравился может быть они все конечно такие так что здесь у нас есть два ножа вот такие вот ножи этот рубанок может снимать фаску небольшую но в принципе смотрится достаточно чудесно что здесь комплект еще идет идет патрубок растужевать больно за него станина станина вот можно ставить на станину прикручивается и вроде как мини пилорама ключ там зажимы и запасной ремень планки для заточки ножей что там еще не знаю что это такое в общем не суть хочу рассказать о другом первый раз когда мы начали им пользоваться по незнанию начали на него давить испалили ножи вот но может быть сам не совсем не то из-за этого произошло в этом экспонате ножи были изначально не выставлены то есть ножи должны выставляться по вот этой вот планки и должно это происходить быть так что при вращении нож должен слегка задевать поверхности вот этой поверхности то есть чуть-чуть должен выходить нож чуть чуть ниже чем вот этот планочка совсем прям микрон и по всей длине должна быть одинаковая высота вот это регулировочная уже планка то есть крутишь выше ниже вот здесь не рекомендую на своем опыте выставлять слишком много он начинает визжать двигатель начинает останавливаться здесь вот все греется ну и ножи в общем то так вот не знаю видно тут или нет вот они чернеют и тупятся и причем затупился он видно или нет прямо канавка получилась посередине съела его хотя ножи в принципе хорошие ну как бы с дурной головой как говорится можно все что угодно сломать вот мы сломали потом я купил в магазине вот такие вот ножи за 900 там 70 рублей грубо говоря заехал в мастерскую мне дедушка установил и отрегулировал прям замечательно отрегулировал туда планка снимается там два регулировочных винта их отдаешь и туда-сюда как душе угодно так в принципе этим аппаратом практически уже сделали песочницу ну надо приноравливаться если дерево сухое то никаких проблем мы еще ошиблись в том что поставили этот патрубок на выхлоп опилок и одели мешок обычный мешок и видимо он перекрывает этот мешок куда-то отверстие там все забивается и еще из-за этого видимо грелся и горела там такая вот такое отверстие то есть там все забивается вот и еще забивается сегодня дождь мокрая погода доска была мокрая верхний слой мокрый так это потом снимаешь нормально вот пока верхний слой снимаешь принципе сколько двухметровая доска практически до конца доходишь на один один проход там там вот со стороны со стороны ножей вот здесь вот все до конца забивается и звук при снятии слоя сразу же меняется он визжать начинает нож ну тут сразу понятно что все забилось и там уже все греется вот что еще могу поведать об этом ну в принципе все наверное чудесным образом ну конечно аппарат оставляет желать лучшего самый в самом начале самом начале когда начали с ним работать ремень внутри выбил вот эту вот канавку себе прошеркал то есть ему до места мало видимо было он эту канавочку прошеркал такие дела поэтому качество конечно не очень но за эти деньги и пользоваться им в частном доме и что-то делать такое небольшое не знаю дома навряд ли построить хотя может в надежных умных руках которые растут из правильного места может быть и можно и дом построить вот снимает нормально но после него нужно проходить со шлифмашиной потому что есть как бы не зазубренный ну как такой ворси ворсистость короче остается не идеально ну видимо это наверное от всех рубанков вот все что хотел сказать сказал ставьте лайки подписывайтесь на мой канал постараюсь снять много интересного видео еще всего хорошего